Северный город Северный город Северный город Предварительная причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливаются. Дачный сезон еще не начался, но уже зафиксировано кражи имущества из садовых домиков. Сотрудники межмуниципального отдела полиции советуют устилимцам быть бдительнее. 23 марта в отдел полиции обратилась женщина с заявлением по факту хищения личного имущества с дачного домика в кооперативе «Кедр». В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам участковым полномоченным был задержан гражданин 50-летний, проживающий на территории города Устилимска без регистрации, злоупотребляющий спиртными напитками в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении мужчины избрана мера посещения подписка о невыезде. В преддверии начала дачного сезона убедительная просьба гражданам города Устилимска устанавливать сигнализации на дачных домиках, устанавливать решетки на окнах, хорошие запирающие устройства и двери в дачных домах. При этом не завозить заранее ценное имущество, чтобы не провоцировать лиц, ведущих антиобщественный образ жизни на совершении преступлений. Уровень безработицы в Иркутской области составляет 7,9%. По этому показателю регион опустился на восьмое место в Сибирском федеральном округе и делят его Сомской областью. Напомним, по результатам лета 2015 года при Ангаре было на шестом месте. Как показывают данные статистики, уровень безработицы в среднем по округу вырос наименьший в Красноярском крае, Республике Хакасия и Новосибирской области. Самый высокий зафиксирован в республиках Тыва и Алтай, в Забайкальском и Алтайском краях, сообщает портал Сибньюз. В конце января сотрудники местной полиции задержали грузовую машину, перевозившую алкоголь. Акцизные марки на продукции не соответствовали госзнаку. Аналогичный случай произошел и на минувшей неделе. Подробнее рассказал Владимир Задорожный. 24 марта 2016 года в ходе рейдовых мероприятий с сотрудниками межмуниципального отдела, в частности сотрудниками ГИБДД, на автодороге Братск-Уст-Илимск была для досмотра остановлена грузовая машина из Судзуэльф, которая провозила алкогольную продукцию. В ходе проведенной проверки был установлен факт отсутствия необходимой сопроводительной документации, а также выявлены признаки поддельной алкогольной продукции. В результате алкогольная продукция в количестве более 1300 литров на общую сумму около 400 тысяч была изъята. В настоящее время проводится проверка. По результатам проверки будет принято право решения. В 2016 году в Иркутской области получено более 104 миллионов рублей с федерального бюджета для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной. Планируется, что сертификаты на жилье получат 84 льготника. Об этом Иркутск медиа сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ежегодно в России лишают родительских прав 50 тысяч отцов и матерей. При этом большая их часть теряет детей из алкоголизма или наркомании безответственного отношения к своим обязанностям. Но есть люди, которые пытаются спасти ребятишек от сиротства, изменить их жизнь, окружить настоящей семейной заботой. Наш следующий сюжет о работнике городского центра помощи семье и детям Екатерине Игнатьевой, воспитывающей четырех приемных детей. В России, да и по всему миру, существуют различные по названию, но одинаковые по функциям заведения. Детские дома, приюты, дома ребенка, школы, интернаты. Устилимский центр помощи семье и детям помогает ребятишкам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Там они получают реальную поддержку, живут в условиях, максимально приближенных к семейному укладу, в атмосфере добра и любви. И при первой возможности воссоединяются с родной семьей. Иногда детей усыновляют приемные родители. Мы расскажем об одной отважной женщине, которая взяла в свою семью несколько детей. В социально-реабилитационном центре я работаю уже с 2000 года, с сентября месяца. У меня был небольшой перерыв. В 2009 году я работала в управлении образованием, но снова вернулась сюда. И уже в качестве педагога-психолога. Как раз работала на отделении сопровождения замещающих семей. И работала с замещающими родителями, которые хотели бы взять себе ребенка на воспитание. На тот момент у меня у самой детей не было в семье. И я решила, что нужно ребеночка взять маленького. И так у нас за три месяца появилось трое детей. Первым в семье появился Максим. Ему на тот момент было 3,5 года. Затем удочерили девочек – 11-месячную Сашу и Дашу, которой было 2,5 годика. В 2014 году Екатерина и ее муж Леонид усыновили Вову. Теперь они большая дружная семья. Я всегда, наверное, еще со школы я знала, что буду работать с детьми. Я сама выросла в многодетной семье, была пятым ребенком в семье. И я всегда знала, что у меня будет очень большая семья. Будет много детей в нашей семье. Екатерина Васильевна говорит, что силы и желание помогать, быть полезными есть. Они хотят подарить детство своим уже родным ребятишкам. И попробуют сделать все, чтобы маленькие люди не держали обиды на большой мир, выбросивший их на обочину в самом начале жизненного пути. Люди, которые работают в социальной сфере, они имеют свои особенности. Они отличаются от других. Они готовы дарить свое тепло другим детям. Для нас нет разницы между своими детьми и детьми государственными, детьми-сиротами. То есть мы к ним относим точно так же, как к своим. Мы их так же любим, мы так же за них переживаем. И не каждому это дано. Многие люди, они просто не понимают, как можно даже воспитывать ребенка чужого в семье. Как можно его полюбить. Мы вот такие, мы их любим. Люди, как правило, неохотно берут детей из детского дома. Причины разные. Боязнь не найти общий язык. Опасения, что проявятся какие-либо серьезные генетические заболевания. И многое другое. Но большинство болезней излечима. И подход найти не так уж сложно. Если проявлять заботу и любовь. Дать понять ребенку, что он нужен вашей семье. Они между собой не ругаются, дружат. Все будет по-разному. Но в основном они дружат, играют вместе. Они считают себя братьями и сестрами. Хотя на самом деле они из разных семей. Они это сами понимают? Они знают, да. Раньше, когда мы только с мужем взяли первого ребенка, мы старались это скрыть. Но потом пришли к выводу к такому, что не нужно этого скрывать от детей в том числе. Дети должны знать о том, что у них когда-то были другие родители. Это связано с тем, что когда-нибудь ребенок все равно узнает, что он приемный. И ему будет очень тяжело пережить это. Вот эта мысль, которая вкладывается в ребенка с раннего детства, она поможет ему потом пережить в будущем. И спокойно воспринять информацию, что у него когда-то были другие родители. То есть все-таки лучше это с детства объяснять, нежели ждать, пока ребенок в более 14-15, допустим, сказать об этом? Ну, для себя я сделала вывод, что так, да. Конечно, это личное дело каждого приемного родителя, как ему поступать. Мы не можем это сказать точно. Но вот в отношении своих детей я выбрала вот именно такую тактику. Семьи, в которых по ряду причин нет детей, могут обрести счастье, подарив свое тепло сироте. Радость, которую вы будете испытывать каждый день, видя первые шаги, слыша первые слова, забирая любимого малыша из садика или школы. Ни с чем не сравнимо. Если вас затронула история Екатерины Игнатьевой, и вы захотели взять ребенка из приюта, приходите 2 апреля в 10.30 в общеобразовательную школу номер 15 на форум приемных семей. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». День работника культуры России учрежден указом президента 27 августа 2007 года. Ежегодно 25 марта его празднуют люди творческих профессий, занятые в кинематографии, киноиздании, искусстве и так далее. Все, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны. О том, как отметили заслуги устилимсов, наш следующий сюжет. 25 марта профессиональный праздник отмечали хранители и создатели культуры, сотрудники музеев, галерей и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, коллективы художественной самодеятельности. К этой дате они подготовили множество прекрасных мероприятий. Одно из них прошло в минувшую пятницу. Во дворце культуры «Дружба». На праздничном концерте первые лица города выразили признательность местным работникам культуры. Первым выступил Вакиль Тулубаев, мэр Устилимска. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, Днём работника культуры. Искренне выражаю признательность, благодарность за вашу необходимую для всех жителей города деятельность, за ваше огромное желание сохранить и приумножить самобытные и культурные традиции нашего молодого города. Уверю, что трудные для страны и в том числе для города времена пройдут. И заверяю, что учреждения культуры, коллективы учреждений культуры не будут примесены к жертвам этим временным обстоятельствам. Желаю вам творческого вдохновения, благодарного зрителя, талантливых учеников, счастья вам, здоровья, хорошего настроения. Российская культура – это не только звучные имена, навсегда вписанные в историю. Огромную роль в сохранении культурного наследия и традиций играют работники художественных школ, спортивных секций, кружков рукоделия. Благодарственными письмами от Министерства культуры на праздничном мероприятии отметили многих. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Анатолий Дубас присоединился к поздравлениям. Каждый день после школьных уроков сотни маленьких учителинцев идут к учреждениям культуры. Идут в школу искусств номер один, школу искусств номер два, по двадцать культурами. Идут сами, идут и бабушки, и дедушки, родители. Некоторые родители прямо сидят здесь, ждут, пока они натанцуют со всех залах в двадцать культуре «Дружба» и «Дружба». И за всем этим стоят те люди, которые сидят сегодня здесь. Те сидят, которые учат доброго, красивого, маленьких наших учителинцев. И я уверен, что те дети, которые ходят в эти школы, во дворцы, они никогда не распишут лифт. Они не будут бросать мусор, потому что вы их учите только доброго и красивого. И потом на этой сцене мы смотрим прекрасный концерт наших выпускников, которые уже давно служат в великих театрах России, работают в великих ансамблях и со слезами на глазах, и у родителей, и у зрителей, и у вас, тех, кто дали это место в руки. С праздником вас, дорогие работники и культуры! Счастья вам, здоровья, хороших, талантливых учеников! И пусть у вас сил хватит еще на долго, потому что у стилинса есть, у стилинса будет. И к вам придут новые ученики. Выпустил тех, которые сегодня закончат, вы получите начальный класс новый учеников. С праздником вас! Работники культуры вносят бесценный вклад в сохранение и приумножение культурных ценностей нашей страны. Их труд достоин самых искренних и теплых слов. Культура – это жизнь. И все те, кто выбрал профессии, которые связаны с этой сферой, это удивительно счастливые люди. Люди, которые умеют любить, умеют радоваться, умеют работать. И самое важное – все вы несете свет и добро в души человечества. Вы все самые лучшие, творческие люди, интересные люди. А рядом с нами, во всех учреждениях культуры, работают те, кто помогают нам творить, кто помогает нам осуществлять все наши планы и людей. Это всплогательный персонал. Без них нам ничего не сможем сделать. Дорогие коллеги, с праздником вас! Счастья, добра, тепла, новых вам творческих успехов и побед. А еще мы не сможем с вами жить без наших друзей. Полная семья и счастливая семья – это там, где есть люди, кто нас понимают, кто нам помогают, поддерживают и заставляют нас верить, что мы делали все правильно. Спасибо всем, кто нас поддерживают. А нас поддерживают и люди. И в зале, кроме работников учреждений, все остальные – это те, кто нам с вами помогают. Давайте скажем всем вместе, дружными аплодисментами спасибо нашим друзьям. АПЛОДИСМЕНТЫ Именно благодаря их заслугам жизнь миллионов людей становится светлее и ярче. Алена Феоктистова, Александр Келин, информационная программа «Северный город». Средняя заработная плата работников образования Иркутской области в январе 2016 года составила 24 591 рубль, что ниже среднеэкономического показателя по региону на 24,8%. В январе, по данным Иркутскстата, средняя зарплата в области составила 32 684 рубля. При этом сотрудникам дошкольного образования начислили ниже среднего на 40,7%. Школьным педагогам на 20,5%. У преподавателей начального и среднего профессионального образования заработная плата ниже областного на 39,2% и 24%, сообщает СибНьюз. 28 марта в Центре детского творчества состоялось поистине уникальное для Устилимска событие. Прошел первый муниципальный фестиваль юных модельеров и дизайнеров. Он проводился в рамках российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». На модном показе побывала Алена Калько. Мотивировать школьников к развитию творческого потенциала и расширению кругозора в области прикладного искусства такую цель поставили перед собой организаторы – Городское управление образованием и Центр детского творчества. Открыла фестиваль «Директор центра». Я рада вас приветствовать на этом замечательном конкурсе, фестивале. Мы проводим его в первый раз. Народу не очень много. Но все готовились, изобретали свои новые наряды и сегодня будете достойно их защищать. Надеюсь, что этот фестиваль станет доброй традицией, станет популярным среди юных модельеров и дизайнеров. А вам я желаю сегодня с удовольствием поработать, обязательно не только представить свои наработки, но и обязательно посмотреть на то, что предлагают другие конкурсанты. Перед участниками стояла задача за 7 минут презентовать жюри свой проект. Девочки должны были рассказать, как и из чего выполняли работы, откуда возникла идея создания украшений или модели одежды. Сама юная участница фестиваля Евгения Шерстобитова представила на суд жюри прекрасные украшения из фоамирана. Сразу и не скажешь, что их сделал 9-летний ребенок. 11-классница Алена Лебедева доказала всем, что старые джинсы могут получить вторую жизнь. По словам модельера, данная коллекция – ее вклад в сохранение экологии. Возникла идея создать такую необычную коллекцию с использованием уже старых именно изношенных джинсов, с использованием такого редкого виду рукоделия, как макраме. То есть, так как наша экология сейчас находится в зоне риска, а многие современные джинсы идут с использованием стоящей пленки, которая полностью не разлагается, конечно, мы не могли пойти мимо этого и решили подарить нашим джинсам вторую жизнь с помощью декоративно-прикладного творчества. Использовала для этого образа я курточка уже джинсовая, изношенная, то есть мы ее, конечно, обрезали. Также юбка была длинная, которую мы тоже укоротили. И дополнили ее ажурной сеткой в технике макраме с использованием деревянных бусин и джутовых веревок, которые очень экологичны. В будущем Алена планирует разработать коллекцию моделей, которые можно носить и в повседневной жизни. Классика никогда не выходит из моды и всегда популярна среди модельеров. Елена Куликова представила на фестивале классическую юбку полусолнца. Мы поинтересовались у мастерицы, как создавалась ее работа. Сначала у меня появилась идея, потом я сделала чертеж, купила ткань, разложила все, вырезала, обычный жвейный процесс, ну и юбка готова. Каждая работа по-своему удивительна. Валерия Лабзина представила взору судей и зрителей традиционную японскую одежду юнато. Эта работа стала фаворитом в секции «Стиль и грация». Также в ней победила Алена Лебедева со своими джинсовыми шедеврами. В секции «В ногу со временем» первой стала Екатерина Горева. Победители городского фестиваля следующей зимой отправятся в Уссулие-Сибирское на областную конференцию. Пожелаем девчонкам удачи. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Министерство труда и занятости Иркутской области совместно с Центрами занятости населения городов и районов при Ангаре 29 марта проведет горячую линию по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. О порядке квотирования в организациях, ведущих деятельность на территории Иркутской области, условиях работы и размере оплаты труда, гарантиях и правах граждан с инвалидностью специалисты расскажут по телефону 8 395 2 33 62 73. Вопросы принимаются с 10 до 13 часов, говорится на сайте правительства региона. В минувшие выходные усть-илимские огнеборцы приняли участие в соревнованиях по спортивно-любительскому рыболовству. Далее расскажет Алена Калько. 26 марта на Мирюндинском заливе прошли соревнования по спортивно-любительскому рыболовству среди подразделений усть-илимского пожарно-спасательного гарнизона. Они были посвящены году пожарной охраны МЧС России. В соревнованиях приняли участие шесть команд. На первом этапе «Бурение лунки» победителем с результатом 25 секунд стал водитель спецавтомобиля «Спас» Виктор Приходько. После команды «Старт» участники разошлись по ранее намеченным для ловли местам. На этот этап им давалось полтора часа. Первая рыбка не заставила себя долго ждать. Выудил ее пожарной 51-й части Руслан Хабибуллин. Самая маленькая рыбка попалась на крючок огнеборца в пожарной части по оказанию услуг усть-илимской ТЭЦ. А самую большую выловила команда «Спас» городского филиала группы «Элим». После подсчета общекомандного количества победу одержали спасовцы, поймавшие 41 рыбу. Второе место с уловом в 39 рыбок досталось команды «ПСЧ-50». И третье место заняла сборная пожарной части по оказанию услуг усть-илимской ТЭЦ. А самую вкусную уху приготовил старший пожарный этой же команды Петр Чудаев. Алена Калько по материалам отдела надзорной деятельности. Воскресенье на базе спортивно-оздоровительного центра «Молодежный», расположенного в поселке Неван, прошло закрытие лыжного сезона, посвященного памяти Алексея Красилова. В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена, в том числе гости из Вихаревки, Братска и Железногорска. Лыжникам предстояло пройти дистанции в 3,5, 10, 15 и 20 километров. Среди женщин первые места завоевали Наталья Белозюр, Алена Федорова и Светлана Михайлова. Среди мужчин Егор Федоров, Константин Терентьев, Илья Федоров, Владимир Перевалов, Николай Зимин, Николай Федоров и Игорь Коновалов. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго, до встречи в следующем эфире. Анастасия Матвеева